Беседа 59, 604, Матфея 18, 7 Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если надобно прийти соблазном, скажет, может быть, кто-либо из противников, то для чего же Христос сожалеет о мире, тогда как должен бы избавить его от соблазнов и подать руку помощи? В этом ведь состоит долг врача и ходатая, а сожалеть и всякий может. Что отвечать нам на столь бесстыдные слова? Можешь ли ты найти что-либо такому равное врачеванию? Будучи Богом, Христос соделался для тебя человеком, принял образ раба, подвергся всем поношениям и не оставил со своей стороны ничего, что нужно было сделать. Но так как все это людям неблагодарным не принесло никакой пользы, то он сожалеет о них, сожалеет о том, что и после такого врачевания они не избавились от своей болезни. Подобно тому, как если бы кто-нибудь, сожалея о больном, о котором прилагали великое старание, но который не захотел повиноваться предписанием врача, сказал, горе этому человеку от болезни, которую он усилил собственным своим нерадением. Но там нет никакой пользы от сожаления, а здесь и то служит врачеством, что Христос предсказывает будущее и сожалеет о мире. В самом деле, часто от советов многие не получали никакой пользы, а от сожаления исправлялись. Потому-то особенно Спаситель и сказал горе миру, чтобы возбудить людей, приготовить их к подвигам и заставить бодрствовать. Вместе с тем он обнаруживает любовь свою к ним и кротость, тем, что и опротивящийся сожалеет, не негодуя только, но исправляя их своим сожалением и предсказанием, чтобы обратить их к себе. Но как это возможно, скажешь ты? Если надобно прийти соблазнам, то как можно избежать их? Прийти соблазнам надобно, но погибать от них нет необходимости. Если бы, например, какой-нибудь врач сказал, ничто не препятствует, опять представить тот же пример, надобно прийти к какой-то болезни. Из этого еще не следует, что эта болезнь необходимо должна причинить вред человеку осторожному. Эти слова Спаситель сказал, как я выше заметил, для того, чтобы вместе с прочими пробудить от усыплений учеников своих, чтобы они не предавались усыплению, как будто бы им назначено было вести жизнь покойную и безмятежную. Он предсказывает о множестве предстоящих им внутренних и внешних браний. И Павел, указывая на это, сказал, внутри брани, всюду боязни, опасности от лже-братьей. Также, рассуждая с ефесскими пасторами в Милете, он говорил, «И восстанут некоторые от вас, которые будут говорить развращенно». И сам Христос сказал, враги человеку, домашние его. Когда Христос говорит о необходимости соблазнов, то не уничтожает этим ни свободного произволения, ни свободы воли, и не подчиняет жизнь нашу какой-либо необходимости действий, но предсказывает только то, что непременно должно случиться. То же самое и евангелист Лука выражает, говоря, невозможно не прийти соблазном. Что же такое соблазны? Препятствия на прямом пути. Так и в театре называют тех, которые искусно ставят препятствия и ловко перевертывают тела. Итак, не предсказание спасителя причиной соблазнов, нет. И не потому соблазны существуют, что спаситель предсказал о них, но потому предсказал, что они непременно должны были произойти. Если бы люди, от которых происходят соблазны, решились не делать зла, то соблазны не пришли бы. А если бы они не имели прийти, то не были бы и предсказаны. Но так как люди предали злу и впали в болезнь неисцельную, то соблазны пришли, и спаситель предсказывает лишь то, что должно было случиться. А если бы они исправились, скажешь ты, и никто не стал бы вводить соблазнов, то не оказалось ли бы ложным это предсказание? Немало. Его тогда и не было бы. Если бы все люди могли исправиться, то спаситель и не сказал бы, что соблазном должно прийти. Но поскольку он предвидел, что некоторые не захотят исправиться, потому и сказал, что соблазны непременно придут. Но для чего же, спросишь ты, Господь не уничтожил их? Для чего же уничтожать их? Для тех ли, кто получает от них вред, но не получает вред не от соблазнов? А от своего нерадения? Это видно из примера людей добродетельных, которые не только не терпят от соблазнов никакого вреда, но еще получают величайшую пользу. Таков был Иов, таков Иосиф, таковы все праведники и апостолы. Если же многие погибли, то погибли от своей беспечности. Если бы было не так, и погибель зависела от соблазнов, то надлежало бы всем погибнуть. Если же есть люди, которые избегают соблазнов, то не избегающий их должен винить себя самого. Соблазны, как я сказал, пробуждают людей от усыпления, делают их осмотрительными и проницательными, и не только того, кто хранит себя от них, но и падшего скоро восстанавливают. Они научают его осторожности и делают неуловимым. Итак, если мы бываем внимательны, но то немало и получаем пользу от соблазнов. Мы научаемся непрестанно бодрствовать. Если при таком множестве врагов и искушений мы предаемся усыплению, то что было бы с нами, когда бы мы жили в безопасности? Посмотри, например, на первого человека. Если он краткое время, может быть, менее одного дня, живя в раю и наслаждаясь удовольствиями, и дошел до такого повреждения, что возмечтал быть равным Богу, обовстителя, счел за благодетеля, и не мог сохранить одной заповеди, то чего не сделал бы он, если бы и после вел жизнь безбедственную. Но, слыша от нас такие слова, противники снова возражают нам, говоря, для чего же Бог сотворил его таковым? Нет, не Бог сотворил его таковым, иначе он и не наказал бы его. Если и мы не обвиняем рабов своих за то, в чем сами бываем виновны, тем более не может делать этого Бог всяческих. Отчего же человек сделался таковым, спрашиваешь ты? От самого себя и своей беспечности. Как это? От самого себя? Спроси себя. Если злые, злые, нет самих себя, то не наказывай раба своего, не порицай жены, если она погрешит всем, не бей сына, не обвиняй друга, не питай ненависти к врагу, обижающему тебя, если все они достойны сожаления, а не наказания, если их погрешности непроизвольны. Но скажешь, я не могу так рассуждать. Нет, когда ты сознаешь, что они непроизвольны, а по необходимости сделались виновными, то можешь рассуждать. Так, если раб по причине болезни не исполнит твоих приказаний, ты не только не обвиняешь его, но и охотно прощаешь. Таким образом ты сам свидетельствуешь, что иное зависит от него, а иное не от него. Подобным образом и здесь. Если бы первый человек был столько порочен, потому что сотворен таковым, то ты не только бы не стал обвинять, но охотно простил бы его. Если ты прощаешь раба по причине болезни, то, конечно, не откажешь в прощении тому, кто сотворен от Бога, наклонным к злу, если только он действительно сотворен был таковым. Тем, которые делают подобные возражения, легко заградить уста и другим образом, истинно обильно доказательствами. Почему, например, ты никогда не обвиняешь раба своего за то, что он некрасив лицом, невысок ростом, не умеет летать? Потому что это зависит от природы. Итак, что человека нельзя обвинить в том, что зависит от природы, тому никто не будет противоречить. Следовательно, когда ты обвиняешь кого, то показываешь этим, что его преступление зависит не от природы, а от собственной воли. Если мы тем, что не обвиняем других в преступлениях, показываем, что их преступление зависит от природы, то очевидно, что если в чем порицаем других, этим даем знать, что их преступление зависит от свободы. Итак, не представляя превратных умствований и хитросплетений, которые слабее паутиной тенеты, отвечаю мне опять на вопрос, всех ли людей Бог сотворил? Конечно. Почему же не все равно добродетельные и порочные? Откуда добрые, хорошие, смиренные? Откуда порочные, нечестивые? Если это зависит не от воли, а от природы, то почему одни добродетельны, а другие порочны? Если все от природы злые, то никому нельзя было бы быть добрым. Если же от природы все добрые, то никто не может быть злым. Если у всех людей одинакова природа, то все они в силу этого должны быть одинаковы, или все добрые, или все злые. Если же мы скажем, что одни добрые от природы, а другие злые, что несправедливо, как мы показали, то эти свойства их должны бы быть неизменными, так как природные свойства не изменяются. Например, посмотри, все мы смертны, подвержены страстям, и никто не может освободиться от них, хотя бы употреблял тысячи усилий. Между тем мы видим, что многие из добрых делаются злыми, и из злых добрыми. Одни по нерадении, другие по великому тщанию, из чего особенно и видно, что быть добрым или злым не зависит от природы. Что дано природы, то не изменяется, не приобретается посредством старания. Как для того, чтобы видеть или слышать, нам не нужно трудиться, так и для приобретения добродетели. Нам не было бы нужды употреблять усилия, если бы она дана была самой природе. А для чего и Бог сотворил бы злых, когда мог всех сотворить добрыми? Итак, откуда же зло? Спроси самого себя. Мое дело только показать, что оно ни от природы, ни от Бога. Итак, скажешь, само собой явилось? Ни в каком случае. Что же, или оно нерожденно? Замолчи. О, человек! Беги от такого безумия и не воздавай злу одинаковой чести с Богом, и при том высочайшей. Ведь если зло нерожденно, то значит оно могущественно, и нельзя ни отвратить, ни уничтожить его. Всякому известно, что нерожденное не может погибнуть. Отчего же так много добрых, когда зло имеет такую силу? Как рожденные могут быть сильнее нерожденного? Ты скажешь, Бог некогда уничтожит зло. Но каким образом он уничтожит зло, если оно подобно Богу безначально, могущественно и вечно? Скажет кто-либо. О, злоба дьявольская! Сколько она изобрела зла! До какого богохульства довела человека! Под каким благочестивым предлогом измыслила новое нечестивое учение! Желая показать, что зло не от Бога происходит, люди ввели новое нечестивое учение, признав зло нерожденным. Итак, откуда же происходит зло? От хотения и нехотения. Но откуда происходит самое хотение и нехотение? От нас самих. Предлагать такой вопрос, значит, тоже, что спрашивать, от чего человек видит и не видит? Если бы я отвечал тебе от того, что он открывает и закрывает глаза свои, ты бы снова спросил меня, от чего он открывает и закрывает глаза свои. И потом, когда бы я сказал тебе, что это зависит от нас самих и от нашего хотения, ты бы опять стал искать новые причины. Зло не иное, что есть, как неповиновение Богу. Откуда же скажешь, что это неповиновение произошло в человеке? Но скажи мне, трудно ли было произойти ему? Я не говорю того, что трудно, спрашиваю только, от чего человек захотел не повиноваться Богу? От беспечности. Имея власть повиноваться и не повиноваться Богу, он избрал последнее. Если ты после этого сомневаешься и недоумеваешь, то я предложу тебе вопрос нетрудный и незапутанный, но простой и ясный. Не случалось ли с тобой, что иногда ты поступал худо, а иногда хорошо? Например, побеждал какую-либо страсть и снова подвергался ей, предавался пьянству и удерживался от него, гневался и укращал гнев, презирал бедного и не презирал его, прелюбодействовал и снова делался целомудренным. Итак, скажи мне, откуда все это, от чего? Если ты мне не скажешь, то я скажу тебе. Это от того, что сперва ты старался о добродетели и был ревностен, а потом ослабел и сделался беспечен. Людям, отчаянным и совершенно предавшимся злу, бесчувственным и безумным, которые не хотят даже и слышать о том, что может исправить их, я не буду и говорить о любомудрее, а тем, которые поступают, то так, то иначе, скажу с удовольствием. Ты похитил как-нибудь имущество, тебе не принадлежащее, а после, побуждаемый милосердием, уделил бедному и от собственных своих благ. Откуда произошла в себе такая перемена? Не очевидно ли, что от твоей воли и расположения? Это так очевидно, что всякий легко согласится с этим. Поэтому прошу вас быть тщательными и держаться, добродетели. И тогда вы не будете предлагать подобных вопросов. Если мы захотим, то зло будет существовать только по одному имени. Итак, не спрашивай, откуда происходит зло, и не предавайся сомнению. Но узнав, что оно происходит от одной беспечности, удаляйся его. Если же кто скажет тебе, что зло не от нас самих происходит, но когда ты увидишь, что он гневается на раба, сердится на жену, обвиняет сына и осуждает тех, которые причиняют другим обиды, скажи ему, как же ты говорил, что зло происходит не от нас самих? Если оно не от нас, то для чего же ты обвиняешь других? Спроси также, добровольно ли ты порицаешь и поносишь других? Если не добровольно, то никто не должен на тебя гневаться. Если же добровольно, то значит зло происходит от тебя и от твоей беспечности. Далее, веришь ли ты, что есть люди добрые? Если нет добрых, то откуда ты взял самое это название? Откуда твои похвалы? Если же есть добрые, то очевидно, что они могут порицать злых. Если же злой делается злым, не добровольно и не сам по себе, то несправедливо поступят добрые, упрекая злых, и сами сделаются через то злыми. В самом деле, что может быть хуже, как обвинять невинного? Если же добрые, упрекая злых, остаются добрыми, и это служит сильнейшим доказательством их доброты, даже для людей безрассудных, то и отсюда очевидно, что никто никогда не был злым по необходимости. Если ты и после этого будешь спрашивать, откуда происходит зло, то я скажу тебе, от беспечности, от праздности, от обращения с злыми и от презрения к добродетели. Отсюда происходит и зло, и то, что некоторые спрашивают, откуда происходит зло. Из людей добродетельных, возлюбивших жизнь смиренной, целомудренной, никто не спрашивает об этом. Одни только дерзающие делать зло и желающие посредством этого учения ввести некоторую пагубную беспечность, сплетает паутины и тенета. Но мы разорвем эти паутины, не словами только, но и самыми делами. Зло существует не по необходимости. Если бы оно было необходимо, то Христос не сказал бы горе человеку тому, через которого приходит соблазн. Он называет несчастными тех, только которые делают зло по своей воле. А что говорит, через которых приходит соблазн, то не удивляйся. Эти слова его означают не то, будто бы посредством этого человека другой, кто вводит соблазн, но что он сам все производит. В Писании сейчас вместо предлога «от» употребляется предлог «через». Например, «стяжал человек Богом». Бытие 4.1. То есть первая причина полагается вместо второй. Также «ида не Богом». Изъявление их есть. 48 стих. Еще. Верен Бог, которым званы были в общении сына его. Второй коричневым. 1.9.610. А чтобы тебе увериться, что зло не зависит от необходимости, послушай, что далее говорит Господь. Изъявив сожаление о тех, которые вводят соблазны, он продолжает. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену, в гиенну огненную. Спаситель говорит здесь не о членах тела, но о друзьях и о сродниках наших, которые составляют как бы необходимые для нас члены. Об этом он говорил и прежде, и теперь говорит. Действительно, ничто столько не вредно, как общение с людьми порочными и развратными. Чего не может произвести необходимость, то часто производит дружество и ко вреду их пользе. Вот почему Спаситель с особенной силой повелевает нам удаляться людей вредных, разумея под ними тех, которые вводят соблазны. Видишь ли, как Христос предотвратил вред, могущий произойти от соблазнов. Во-первых, Он предсказал, что соблазны непременно произойдут, чтобы никто не предавался беспечности, но все, ожидая их, бодрствовали. Во-вторых, показал, что соблазны – великое зло. Он не без причины сказал «горе миру от соблазнов», но чтобы показать великий вред от них, происходящий, и в-третьих, еще более, показал это тем, что назвал несчастным того, кто вводит соблазны словами «горе человеку тому». Спаситель означает то, что этот человек подвергнется тяжкому наказанию, и не только этими словами, но и присоединенным к ним сравнением увеличивает страх. Но, недовольствуясь этим, Он показывает и путь, который может избежать соблазнов. Какой же это путь? Прекрати, говорит Он, дружество с людьми нечестивыми, хотя бы они были для тебя весьма любезны, и представляет тебе на это неопровержимое доказательство. Если, говорит, они прибудут твоими друзьями, то ты им не принесешь пользы и себя погубишь. Если же прекратишь с ними дружество, то, по крайней мере, сам приобретешь спасение. Итак, если дружество с кем-либо для тебя вредно, удались от него. Если мы часто отсекаем члены тела своего, когда они бывают больны, неизлечимы, и вредны для прочих членов, то тем более должны поступать так с друзьями. Если бы зло зависело от природы, то излишне было бы все эти увещания, всякий совет, излишне было бы и предостережение, заключающееся в вышесказанном. Если же оно не излишне, каково и действительно, то очевидно, что зло зависит от воли. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо от самого его небесного. Малыми Господь называет здесь не тех, которые в самом деле малы, но тех, которых многие почитают таковыми, то есть бедных, презираемых и незнатных. Как в самом деле можно назвать малым того, кто дороже целого мира, того, кто друг Богу? Спаситель называет малыми тех, которые были таковы во мнении людей. Он не говорит многих, но одного, предотвращая через это вред от многих соблазнов. Как удаление от злых, так и почитание добрых доставляет великую пользу. И человек внимательный, двояким образом предохраняет себя от зла, удаляется от содружества с людьми соблазняющими и отдавая уважение и честь мужам святым. Потом еще и другие подбуждения представляют нам почитать этих мужей, говоря, что ангелы их на небесах всегда видят лица от самого небесного. Отсюда очевидно, что все святые имеют на небесах ангелов. И апостол говорит о жене, что она должна иметь власть на голове для ангелов. И Моисей говорит, поставил пределы языков по числу ангелов Божьих в Тарозаконе 32.8. Здесь не об ангелах только говорится, но и о высших чинах ангельских. А говорят, что они видят лицо отца моего, не иное, что означает, как великое их дерзновение и великую честь. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Вслед за этим представляет новое доказательство, сильнейшее первого, и присовокупляет притчу, в которой показывает, что и сам отец желает, чтобы мы не презирали меньших братьев своих. И так не говори, что такой-то кузнец, сапожник, земледелец, человек глупый и потому достоин презрения. Чтобы тебе не подвергнуть этому злу, посмотри, как многими доказательствами убеждает тебя Христос умерять самого себя и прилагать попечение о тех людях. Он поставил дитя посредине и сказав, будьте как дети, и если кто примет одного такого, тот принимает меня, а кто соблазнит, тот подвергется жесточайшему наказанию, и сказав, лучше бы вам, чтобы повесить мельничный жернов на шею тому и потопить их в пучине морской. Не удовольствовался этим, но присовокупил еще горе человеку тому, через которого приходит соблазн, и повелел удаляться таковых, хотя бы они были для нас вместо рук и глаз. Потом и ради ангелов, которым верены эти меньшие братья, заставляет нас почитать их, и, собственно, волей и страданием побуждает нас к тому, потому что, когда, говорит, придется им человеческий спасти погибшего, то указывает этим на крест, как и Павел говорит о брате, за которого и Христос умер, и волею отца, потому что и ему не угодно, чтобы кто-либо от малых погиб. И, наконец, употребляет общее доказательство, что и пастырь, оставився храненных им овец, ищет погибшей, и когда найдет ее, весьма радуется о обретении и о спасении ее. 612. Итак, если Бог столько радуется о обретении меньшего брата, то как же ты презираешь тех, о которых столько печется Бог, тогда как тебе должно полагать душу за единого от малых сих, но он немощен и беден. 713. 813. Потому-то особенно ты и должен делать все, чтобы спасти его, и сам Господь, оставивший девяносто девять овец, пошел за одною, и спасение такого множества овец не могло сокрыть от него погибели одной. 913. Евангелист Лука говорит, что он взял ее даже на плечи свои, и что на небе болью бывает радости об одином грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках. 1013. Оставив незаблудившихся овец для одной заблудившейся, и возрадовавшись о ее обретении боли, нежели о сохранении тех, он показал через то великое попечение о ней. И так не будем презирать таковых душ. Для того ведь все это нам и сказано. Угрожая тем, которые не будут подобны детям, совершенным отлучением от Царствия Небесного, и упоминая о Жернове, Спаситель низлагает этим гордость людей высокомерных, так как ничто столько не противно любви, как гордость. 1214. Говоря, что должно прийти соблазном, возбуждает нас к бодрствованию, присовокупляя к этим словам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. 1314. Каждого из нас предостерегает от того, чтобы не делать соблазна, повелевая удаляться от соблазняющих, делая для нас удобнейшим путь ко спасению, а запрещая презирать меньших братьев, и не просто запрещая, но с особенной силой говоря, берегитесь, чтобы не презреть одного из малых сих еще, ибо ангел их веет лицо отца моего. Также, для того я и пришел, и отец мой хочет того, соделывает ревностнейшими тех, которые должны пищить о них. 1514. Видишь ли, каким оплотом он наградил их, и какое прилагает попечение о людях презираемых и погибающих, угрожая тяжкими бедствиями, соблазняющим их, и обещая великие блага тем, которые служат им и пекутся о них. Это подтверждает и собственным примером, и примером отца. 1614. Будем и мы подражать ему, и не будем отказываться для братьев наших ни от каких, по-видимому, унизительных и трудных дел. 1614. Но хотя бы нам надлежало послужить человеку незнатному и бедному, хотя бы это сопряжено было с великими трудами, хотя бы надлежало перейти для этого горы и стремнины, все это мы должны переносить для спасения брата. 1714. Бог столько печется о душе, что не пощадил и сына своего. 1814. Потому умоляю вас, будем с самого утра, как скоро выйдем из дома своего, стремиться к одной этой цели, и прежде всего будем заботиться о том, чтобы избавить от опасности брата. 1814. Я говорю здесь не столько об опасности телесной, это почти нельзя и назвать опасностью, сколько о душевной, которой подвергает людей дьявол. 1915. Купец для умножения богатства переплывает море, и художник для увеличения своего имущества делает все. 2015. Так и мы должны заботиться не только о своем спасении, но и о спасении ближних, иначе и сами не получим спасения. 2115. Воин, который во время сражения старается только о том, чтобы спасти себя самого бегством, вместе с собой губит и других. 2215. Напротив, мужественный, сражаясь для защиты других, вместе с другими спасает и самого себя. 2315. А так как и наша жизнь есть та же война, и при том жесточайшая из всех войн, время сражения и битвы, то будем вступать в сражение так, как повелел царь наш. 2416. С готовностью поражать, убивать и проливать кровь врагов наших, заботясь о спасении всех, укрепляя стоящих и поднимая падших. 2516. Многие из собратьев наших в этом сражении лежат в ранах, истекают кровью, и нет человека, который бы помог им. 2616. Ни народ, ни священники, ни другой кто, ни покровитель, ни друг, ни брат не заботятся о них. 2716. Но каждый печется только о себе самом. 2816. Через это-то мы и унижаем достоинство своих подвигов, потому что величайшее дерзновение к Богу и похвала принадлежит тому, кто печется не о своей пользе. 2916. От того-то мы бываем слабы и удобно побеждаемся как от людей, так и от дьявола, что ищем только своего. 3016. И не укрепляем друг друга, не ограждаем любовью к Богу, но отыскаем иные случаи для дружества. 3116. Одни в родстве, другие в товариществе, третьи в знакомстве, иные в соседстве и всякие другие узы. 3116. Гораздо более утверждает нас в дружестве, нежели благочестие, тогда как оно одно должно связывать нас узами дружества. 3216. Но с нами происходит противное. «Порой мы охотнее вступаем в дружбу с иудеями и еленами, нежели с сынами церкви». 6416. «Но один говоришь ты зол, а другой добрый кроток. Что ты говоришь? Ты называешь злым брата своего, того, которому тебе запрещено говорить рака. И ты не стыдишься, но не краснеешь понося брата, который есть член твой, который участвует в одном с тобой рождении, приобщается одной трапезы. Если брат твой по плоти учинить бесчистное множество зол, ты стараешься прикрыть его, и его бесчестие почитаешь собственным бесчестием. А брата духовного, которого бы надлежало тебе защищать от клеветы, ты всячески поносишь. «Он зол и несносен, говоришь ты, но потому-то ты и должен сделать его другом, чтобы он перестал быть таковым, переменился и обратился к добродетели. Но ты говоришь, он не повинуется и не принимает советов. Откуда ты знаешь это? Увещевал ли ты его и старался ли исправить? Ты скажешь, я много раз увещевал его. А сколько? Два раза. И это значит много. Если бы ты всю жизнь сделал это, и тогда не должен ослабевать и отказываться от этого дела. Не видишь ли ты, как Бог непрестанно увещевает нас через пророков, апостолов, евангелистов? Что ж, мы все исполняем, всему повинуемся? Нет. Но перестал ли он увещевать нас? Умолк ли? Не говорит ли напротив каждый день, не можете служить Богу и мамонне? И между тем, страсть к богатству и жестокость возрастает у многих? Не каждый ли день он взывает к нам, отпустите, отпустится вам. И мы еще более ожесточаемся. Не увещевает ли он нас непрестанно господствовать над похотью и побеждать порочное удовольствие? И между тем, многие хуже свиней валяются в этом грехе. И все же он не перестает увещевать нас. Итак, почему же мы не размышляем и не говорим самим себе, что и нас Бог увещевает и не перестает увещевать, хотя мы часто не повинуемся его увещаниям? Потому что он и говорит, что мало спасаемых. Если нам для спасения недостаточно одной собственной добродетели, а должно оставить эту жизнь, обратив к добродетелей других, то что мы должны будем претерпеть, когда ни самих себя, ни других не приведем ко спасению? За что можем, надеяться, получить спасение? На что я обвиняюсь за неродение о спасении ближних? Когда мы немало не печемся и о тех, которые живут вместе с нами, то есть о жене, детях и рабах. Но, подобно пьяным, делаем не то, что должно. Но заботимся о том, чтобы у нас было больше рабов, и чтобы они служили нам с великой ревностью, чтобы оставить детям своим богатое наследство, чтобы жена носила золотые украшения и драгоценные одежды. И никогда не печемся о них самих, но только об их имуществе. В самом деле, мы не о жене печемся, а о вещах ее украшающих, и не о детях, а об их имении. И поступаем подобно человеку, который видит, что дом его обветшал, и стены готовы разрушиться, вместо того, чтобы поддержать их, обносит кругом его большую ограду. Или подобно тому, кто не заботится о исцелении своего больного тела и готовит для него дорогие одежды. Или во время болезни госпожи заботится о рабынях, об их занятиях, о сосудах и прочих домашних принадлежностях, оставив ее страдать и плакать. Так и мы поступаем. Тогда как душа наша страдает от жестокой болезни, предается гневу, злословию, безрассудным желаниям, тщеславию, возмущению, прилеплена к земле и терзается столь многими зверями, мы, не заботясь об избавлении ее от страстей, печемся о доме и о рабах. Если откуда тайно убежит медведица, то мы запираем дом и прячемся, чтобы не встретиться с нею. А тут, несмотря на то, что ни один зверь, но множество их, то есть нечистые помыслы, терзает душу нашу, мы даже и не чувствуем их. Живя в городе, мы весьма строго смотрим за зверями, заключаем их в местах безлюдных и в пещерах, и держим их на цепи не на городской площади или около судилища и царских чертогов, но где-нибудь в отдалении. А в душу это место совета, эти царские чертоги, это судилище, вторгается зверь и производит крик и шум около самого ума и престола царского. От того-то все и приходит в беспорядок, повсюду возмущение и внутри, и вне нас, и каждый из нас весьма похож на город, который привели возмущение, нашедшие на него варвары. С нами бывает то же, что с птичками, когда змей займет гнездо их. Издавая жалобный писк, они всюду летают в страхе и смятении, не зная, как освободиться от опасности. 615. Потому, умоляю вас, истребим змея, заключим зверей, умертвим их и отсечем лукавые помыслы мечом духовным, чтобы и нам не угрожал пророк тем же, чем угрожал земле иудейской. Исайя 13.22. Подлинно, и люди бывают хуже зверей. Они необузданные, как звери, живущие в пустыне. Таковы бывают по большей части юноши. Преданные свирепым страстям, они скачут и прыгают, необузданно на себя всюду и немало не заботясь о должном. А виноваты в этом их отцы. Своих конихов они заставляют укращать лошадей с великим тщанием. И не позволяют долгое время молодым коням оставаться неукрощенными. Но в самом начале обуздывают их, и все другие средства употребляют для их укращения. А на детей своих долгое время смотрят равнодушно. Когда они живут необузданно, не имея целомудрия, бесчесть от себя, предаваясь любодеянию, играм, посещая бесчестные зрелища, так как для предупреждения любодеяния надлежало бы соединить сына брачным союзом с женой целомудренную и мудрою. Она удержит мужа от безрассудного образа жизни и обуздает его. Блуд и прелюбодеяние того и происходит, что юношам дают свободу. Если бы он имел разумную жену, то стал бы заботиться о доме, о славе и чести. Но ты скажешь, он еще молод. И я знаю это. Но если Исаак на сороковом году от рождения вступил в супружество и до того времени хранил девство, то тем более в благодатном состоянии юноши должны иметь эту добродетель. Но что мне делать? Вы не только не хотите позаботиться о их целомудрии, но смотрите равнодушно, когда они бесчестьят, оскверняют себя и предаются различным порокам, не зная того, что польза брака зависит от сохранения чистоты тела, без которой нет никакой пользы от брака. А у вас бывает противное. Когда дети ваши уже осквернят себя бесчестными пороками, тогда соединяете их узами брака. Но уже тщетно и напрасно. Но вы говорите, надо бы подождать времени, когда сын станет знаменитым и прославит себя делами государственными. А о душе немало не печетесь. Но равнодушно смотрите на ее падение. Оттого-то у нас во всем такое смешение, расстройство и беспорядок, что мы не заботимся о душе, пренебрегаем необходимым и все по печенье обращаем на дела маловажные. Неужели ты не знаешь, что ты ничем лучше не можешь облагодетельствовать сына своего, как сохранив его от нечистоты блуда? Ведь ничего нет драгоценнее души. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир о душе своей, повредит? Но любовь к богатству превратила и не спровергла все, истребила истинный страх Божий. Как тиран разрушает крепость, так и она не спровергла души людей. Потому-то мы и не печемся ни о спасении детей, ни о своем собственном, заботе только о том, чтобы сделаться богатым и оставить богатство своим наследникам, а те своим и так далее. И таким образом мы только передаем свое имущество другим, а не обладаем им сами. Вот откуда происходит безумие. Вот отчего люди свободные делаются хуже рабов. В самом деле мы наказываем рабов, если не для них, то по крайней мере для самих себя. А свободные не пользуются и таким попечением, и оказывается у нас хуже даже рабов. И что я говорю о рабах? У детей наших хуже даже скотов. О баслах и лошадях мы более заботимся, нежели о детях. Если кто имеет лошака, то всячески старается найти лучшего конюха, который бы был честен, не вор, не пьяница и знал свое дело. Если же нам нужно дать наставника сыну, то мы просто без всякого выбора берем кого случиться. А между тем, нет ничего труднее искусства воспитывать. В самом деле, какое искусство сравнится с искусством образования души и просвещение ума юноши. Человек, знающий это искусство, должен быть внимательнее всякого живописца и воятеля. Но мы об этом немало не заботимся, обращаем внимание только на то, чтобы ученик выучился говорить. Да и об этом заботимся только для богатства. Он учится говорить не для того, чтобы уметь хорошо говорить, но чтобы обогащаться. Так что, если бы и не умея говорить, можно было приобреть богатство, то мы не стали бы заботиться и об этом. Видишь ли, какую силу имеет над нами страсть к деньгам. Как она все покорила под власть свою и связала нас, точно невольников и скотов, и влетет куда хочет. Но что нам польза от таковых обличений? Мы вооружаемся против этой страсти словами, а она побеждает нас делами. Впрочем, не перестанем хоть и так словами уст наших поражать ее. Если от этого будет какая польза, то она будет простираться и на нас, и на вас. Если же вы не оставите прежних пороков, по крайней мере мы со своей стороны сделали все, Бог же и вас даст освободить от этой болезни, и нам да подаст случай приобреть похвалу через вас. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.